Уже на следующей неделе из колонии по УДО может выйти Юрий Гамбург. Напомню, областного чиновника посадили на 5,5 лет за махинацией с землей. До того, как он занял кресло заместителя главы региона, он был директором Департамента имущественных отношений Омска. И в этот период продал участки земли по заниженной стоимости, нанеся ущерб бюджету на 400 миллионов рублей. Отмечу, что нарушения в сфере земельного законодательства одни из самых распространенных в Омской области. Примеров, когда выданная земля используется совсем в других целях, немало. Моя коллега Тахмин Атынысова о некоторых из них. Тут все закрыто у него. У него земельный участок вообще по ДЖС. А тут сами, смотрите, здесь получается киоск горячее питание, да, и киоск овощей, фрукты. Все, самого жилого дома его нет. Павильон в частном секторе Ленинского округа открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. На месте, где закон разрешает строительство только жилого дома, уже давно работает магазин. Вывеска «Горячее питание» специально, чтобы даже по ночам продавать алкоголь. Территория магазина окружена колючей проволокой. С продавцом, которая увидела включенную камеру, случился приступ амнезии. «Здесь такое есть, появляется? Я откуда уже? Ну, собственник земельного участка. Да вы даже не знаете, да? Просто осуществляете торговую деятельность и все, да? Вы работаете, вы продавец? А вы тогда, получается, договор с кем заключали? Нет. То есть вы неофициально работаете. А кто ваш работодатель? Земельный участок на улице Гуртьева предназначен для жилого дома, но никак не под торговлю. И таких примеров сотни. На улице Пятой путевой вместо частного дома целый мини-рынок. Искусственные цветы, рыболовные снасти, посуда. Владелец о нарушении знает и три года безрезультатно пытается изменить назначение земельного участка. Не получается, пока строило одноэтажное здание, случайно залез на муниципальную территорию. А это означает большие бюрократические проблемы. Три кухни я уже хожу по всем санкциям и ничего не могу добиться. Я знаю, что я нарушил, но я же не сижу, например, захватил землю и не сижу. Не особо торговля идет сейчас. Уже, наверное, к закату, потому что эти большие магазины все позакрывали нам. Все каналы перекрыли. Поэтому выживаем. Но гораздо больше примеров, когда коммерсанты намеренно идут на ухищрения. Вот огромная территория в Кировском округе. На этом земельном участке рядом с линией электропередач предприниматель взял в аренду всего 4 квадратных метра. По бумагам на этом микроскопическом участке должны появиться два крупных комплекса. Земельный участок был предоставлен под строительство гостиницы и кафе. По факту ничего здесь нету. Никакого строительства не осуществляется. Следовательно, было выдано предписание на устранение данного нарушения, либо поменять вид разрешенного использования назначения, либо приступить к строительству. Предписание уже подошло к сроку. За данным нарушением был назначен штраф в размере от 100 тысяч рублей. Прошло три года, но работы даже не начинались. Получается, сам не строит, но и застолбил за собой территорию до востребования. А в самом центре Омска, рядом со стадионом «Красная звезда» больше пяти лет, как вырублен сквер и вырыт котлован. По закону, чтобы землю не забрали, строить не обязательно. Достаточно создавать видимость строительства. Зато потом цена на право аренды может достигнуть миллионов рублей. Тахмена Тынысова, Анатолий Серов и Павел Ходынский. Омск. Здесь.